Всем огромный привет! Это видео будет коротенькое. Я хочу сделать небольшое дополнение к предыдущему видео, где я рассказывала про больницу в Германии, как там меня кормили, как лечили и все такое. Значит, меня там кормили очень хорошо. Чистые палаты, светлые, кнопка вызова медсестры, она повсюду. В общем, отношение было очень хорошее, несмотря на то, что я не знаю немецкого языка. Со мной разговаривали через переводчик по телефону. Либо звонила наша знакомая подруга, либо муж на телефоне всегда был. Меня возили в другую больницу на обследование, делали МРТ и еще присоски такие вот на голову, не помню, как называется. То есть меня возили два раза на такси, туда и обратно. Между прочим, такси здесь очень дорогое удовольствие. И это было за счет больницы. Вот. И значит, пока я лежала в больнице, делали мне обследование. У меня даже мысли не было спросить про оплату. То есть платно это или бесплатно. Потому что я лежала тоже в России больнице. И там все было включено в страховку. Здесь в Германии мне попросили страховку. У нас АОК. Это медицинская страховка. Ну, я так подумала, как и у нас в России. По страховке все будет оплачено. Но, как бы, новая страна, новые законы, да, новые порядки. Мы об этом не знали и были немножко удивлены тем, что спустя неделю, после того, как меня выписали, через неделю нам приходит письмо на почту. И там, значит, написано, что мы должны заплатить за проживание. Я в больнице была 5 дней. И за эти 5 дней я должна заплатить 50 евро. То есть день 10 евро. Вот. Это не за лечение оплата, а за именно проживание. Мы так поняли, что за питание, вот это вот за все. И мы, как бы, так вот не были готовы и стали везде тоже звонить. Звонили в страховую компанию, звонили в больницу, где я лежала. Сказали, да, что мне надо это заплатить. Эту сумму мы перевели на счет больницы. И так как я учусь, я попросила, чтобы они написали, выдали мне больничные для школы. Вот они мне выдали 3 бумажки для школы, для кассы поликлиники и еще какую-то бумажку. Остальные бумажки мы никуда не относили. И вдруг кто-нибудь увидит мое видео и был похожий в ситуации, я имею в виду про оплату, и знает, как дальше действовать с этими бумажками, чтобы, например, не платить. Да? Пребывание в больнице. Напишите, пожалуйста, мне в комментарии, так, на будущее. Вот. Так что вот такая была моя ситуация. И получается, что в Германии надо платить за проживание в больнице. Лечение бесплатно, а вот то, что вас кормят и обслуживают, это все платное. Аминь. Аминь.